Можно ли вообще лечить зубы во время беременности? Кариес, как любая инфекция, нежелательно для мамы. Терпеть боль гораздо сложнее, стрессовее и хуже. Ни в коем случае лучше не использовать лидокаин. Это действительно может негативно влиять и на образование кариеса, и на прикус малыша. Это очень тяжелое осложнение, и в дальнейшем может помочь с этим только протезирование. Всем привет! С вами Анастасия Сафина и канал онлайн-школы «Легкие роды». И сегодня долгожданное интервью со стоматологом Златой. Злата, привет! Анастасия, приветствую! И сегодня мы поговорим обо всех волнующих вас вопросах по поводу лечения зубов во время беременности и во время грудного скармливания. Так, Злата, скажи, пожалуйста, можно ли вообще лечить зубы во время беременности? Да, абсолютно можно, и я даже советую с этим не затягивать, а лучше, если ваша беременность планируется, вылечить все зубы, все кариозные полости до начала беременности. Это поможет во время беременности посещать только профилактические чистки ультразвуковые, которые обязательно раз в полгода и не наносят абсолютно никакого вреда. Важно понимать, что кариес, как любая инфекция, нежелательно для мамы, потому что могут быть такие осложнения впоследствии, как пульпит, или можно запустить даже до удаления. Поэтому все проблемы лучше решать поступательно и сразу же, чтобы не доводить до плохого. Злата, скажи, а какие процедуры во время беременности вообще нельзя делать? Категорически запрещены отбеливание любого вида и процедуры под общим наркозом, то есть имплантация во время беременности строго противопоказана. Лечение кариеса или ультразвуковые чистки абсолютно нормально переносятся и не наносят никакого вреда ни маме, ни мужу. А многих мам волнует, что во время лечения кариеса иногда бывает нужно делать обезболивание. Насколько это вредно или, в принципе, это не оказывает никакого влияния? Девушки, для которых чувствительное лечение зубов, лучше использовать анестезию. Терпеть боль гораздо сложнее, стрессовее и хуже будет как для мамы, так и для ее малыша. Поэтому легкие уколы допускаются, конечно. Важно не использовать анестетики с адреналином. Но лечащий врач, ваш автоматолог, он всегда спросит, находитесь ли вы в положении и предложит вам оптимальный метод для лечения. Какие виды анестезии допустимы во время беременности? Раньше использовались такие виды анестезии, как лидокаин, мепевокаин. Это все, можно сказать, немножко аналоги из прошлого. Сейчас используются более современные методы анестезии. Ультрокаин, артикаин. Они все допустимы. И от одного укола никакого вреда организму не будет. Злата, скажи, пожалуйста, а почему нежелателен в обезболивании адреналин? Адреналин нежелателен, потому что у мамы и так большая нагрузка на сердце. А адреналин, можно сказать, запускает наше сердце и учащает сердцебиение, что дает еще большую нагрузку. Это нежелательно для будущей мамы. Еще очень часто мама спрашивает, можно ли во время беременности делать рентген челюсти. Да, рентген абсолютно безвреден. И в современных стоматологиях чаще всего визиограф оснащен специальным датчиком, который может контролировать степень воздействия. И хочу заметить, что любая процедура рентгенологическая производится под свинцовым фартуком. Поэтому никакого вредного воздействия здесь не будет. Ну а теперь конкретно по триместрам беременности. Если возникли проблемы с зубами, на каком сроке оптимально лечение? Нежелательно заниматься лечением зубов в первый триместр, потому что здесь происходит закладка самых основных органов ребенка. И лучше не подвергаться воздействиям любых медикаментов. Все врачи-стоматологи сходятся во мнении, что второй триместр самый оптимальный для лечения зубов. В третьем триместре также нежелательно, потому что здесь происходит подготовка мамок к родам. И также воздействие каких-либо антибиотиков здесь будет нежелательно. Если вы хотите решить все свои стоматологические проблемы, лучше заняться этим во второй период беременности. В третьем триместре можно решать только какие-то экстренные проблемы, острая боль или сложное удаление. Если у вас действительно что-то резко заболело, лучше не откладывать и не затягивать с этим. А также я советую всем мамам посещать планового стоматолога, потому что ультразвуковые чистки зубов, которые рекомендованы, они не запрещены. И любой врач-стоматолог заметит проблему на ранних ее этапах и, возможно, даже не придется прибегать к анестезии в лечении кариеса. Если вдруг пришлось удалять зуб во время беременности, как происходит эта процедура, какие там есть опасности, может быть? Эта процедура считается крайне сложной, как и психологически, так и для врача, и производится только в крайних случаях. Если речь идет о восьмых зубах, восьмые зубы дают нам знать некоторые периоды жизни, и эта боль, когда они прорезываются или начинают воспаляться, она может пройти через несколько дней. Важно это понимать, и если, допустим, сегодня у вас болит, а завтра уже прошло, это действительно тот случай, когда можно забыть о стоматологе. И, может быть, за всю беременность этот восьмой зуб не даст о себе больше знать. Но если этому предшествовала какая-то травма или, может быть, скол, переломы зуба, то, конечно же, нужно обратиться к стоматологу, и он подробно вам скажет, можно ли что-то с этим сделать, как это сделать максимально аккуратно и безопасно. Даже если у вас производится какая-то экстренная манипуляция, ни в коем случае лучше не использовать лидокаин, потому что он действительно негативно воздействует, сужает сосуды, нагружает сердце, и может привести к каким-то нежелательным осложнениям. Такие как головокружение, лишняя тошнота. Слад, скажи, пожалуйста, действительно ли есть такое мнение, что во время грудного вскармливания кормления ночные и послегодные нежелательны, потому что это может влиять на возникновение кариеса у ребенка? Грудное вскармливание абсолютно не влияет на возникновение кариеса у малыша, потому что содержит противовоспалительные компоненты. В отличие от смеси и какого-то прикорма, это действительно может негативно влиять и на образование кариеса, и на прикус малыша. Вот по поводу прикуса конкретно, да, в чем различие после года кормления из бутылки, сосания соски и сосания груди? Вот тоже мама некоторая переживает, что даже заканчивают кормление грудью после года именно по причине, что боятся, что на прикус это повлияет. Кормление грудью формирует правильный физиологический прикус, а докормы или соска могут сформировать нефизиологический прикус, и впоследствии ребенку придется обращаться к ортодонту, потому что молочные зубы влияют и на постоянный прикус в дальнейшем. Ну и, конечно же, можно ли лечить зубы во время грудного вскармливания маме? Да, абсолютно можно, но я также советую использовать все препараты без адреналина, но любой доктор в наше время сейчас вам скажет об этом. Главное сообщить на приеме, как только вы сели в кресло у врача-стоматолога, что вы сейчас кормящая мама, что вы постоянно кормите, и врач посоветует вам конкретно тот метод лечения, который вам подходит, исходя из ситуации, которая у вас есть вовсе рта. Злата, ты случайно не знаешь вообще, от чего зависит, будет ли кариес у ребенка? Ну, вообще здесь много факторов и много теорий на этот счет, но если говорить простым языком, то это плохая гигиена полости рта и наличие сладкого в рационе. То есть, проще говоря, если ты не чистишь зубы и при этом постоянно ешь конфеты, то, скорее всего, ты страдаешь от кариеса. А правда ли, что во время беременности питание мамы или обмен веществ мамы сказывается на том, какие зубы будут у ребенка? Если первый триместр мама принимала антибиотики, особенно тетрациклинового ряда, есть такое осложнение, как тетрациклиновые зубы. Это очень тяжелое осложнение, и в дальнейшем может помочь с этим только протезирование. А можешь поподробнее про эти зубы, как это выглядит или вообще что это такое? Это выглядит неэстетично, это недостаток эмали, также некоторые вкрапления на эмали, то есть определенный цвет и хрупкость. Эмали очень прочная по своей природе, а здесь зубы, наоборот, будут не хватать кальция, не хватать вот этой вот прочности, и зубы будут подвержены всяческим осложнениям. Это опасно только если уже сформирован маточно-плацентарный кровоток между мамой и ребенком, то есть не весь первое триместр. Да. Злата, давай будем потихонечку завершать, и давай подытожим, какие советы ты можешь дать будущим мамам в плане стоматологии? Я советую будущим мамам следить за полостью рта и посещать стоматолога. Конечно, если вы не следите за своими зубами, то любой визит к стоматологу будет для вас стрессом. А если вы каждые полгода стабильно посещаете стоматолога и знаете о своей ситуации в полости рта, то все пройдет гладко и спокойно. Ну что ж, Злата, спасибо, девочки. Ну а если вы боитесь родов больше, чем стоматолога, приходите на наш бесплатный вебинар, и мы вам все расскажем. С вами была Анастасия Сафина и канал онлайн-школы «Легкие роды». Канал, где мы не только учим рожать легко, но и быть счастливой мамой. До новых встреч, мои хорошие. До свидания.